Субтитры создавал DimaTorzok Который подготовили мои коллеги в память об этом незаурядном человеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Михайлович видел, что людям есть что сказать, только они не могут. Он мечтал работать без цензуры и именно так родилась мысль создать первую независимую телерадиокомпанию «Сургут Интерновости». 22 года назад коллектив трудился за идею. Сергей Михайлович и еще несколько человек, которым так нравилось говорить о событиях, не боясь и не скрывая правды, опасались только одного, что сургутяне, которые их смотрят, сочтут информацию необъективной. Мы начинали с Сергеем Михайловичем «Панасоника» седьмая модель ВХС. Звук монтировали еще на пленках, Сергей Михайлович монтировал на пленках. Да, было и все это было на пленках. Внимательность, чуткость, трудолюбие и объективность. Эти качества помогли Сергею Михайловичу сделать телерадиокомпанию «Сургут Интерновости» самым большим медиахолдингом «Югры». Сегодня в коллективе больше ста человек. Благодаря их труду в эфир выходят не только новости, но и множество телепроектов, которые можно увидеть на СТС, ТВЦ и ТВ-3. Диджеев «Сургут Интерновостей» можно услышать на «Маяке», «Североавторадио» и «Радио Югра». В большой медиапоток влились две газеты – «В центре событий» и «Кудрявая молва». Чуть позже к ним присоединился интернет-сайт. Сергей Михайлович смог объединить вокруг себя людей, которым не безразличное их дело. Уникальный коллектив и второго такого не найти. И самое главное, что весь наш коллектив, они действительно не фанаты, а фанатеющие люди, которые действительно любят телевидение. Они хотят работать в нем. И те, которые умеют, все равно хотят работать. Те, которые еще не умеют, они хотят научиться. Это вот больше всего, что радует в людях, которые к нам приходят. Сергей Михайлович Катаев родился на Украине, в городе Змееве Харьковской области. Живя на севере, он никогда не забывал о своих корнях. Приехав в Сургут, Сергей Михайлович сразу нашел здесь своих земляков и поддерживал с ними теплые дружеские отношения, национальные праздники, традиции и обычаи. Он очень любил родную культуру, возглавлял общественную организацию «Украинцы Югры». Познакомились мы 20 лет тому назад. Собрались люди, которые хотели заниматься общественной работой в украинской родине. И вот Сергей Михайлович был одним из первых, одним из основателей этой организации. Чтобы быть ближе к проблемам людей и решать их быстрее, Сергей Михайлович стал кандидатом в депутаты Думы Сургута 5-го созыва. Горожане его выбрали. За время работы в Думе он предложил много интересных идей. Сергей Михайлович помогал людям решать самые сложные проблемы. Из всей когорты журналистов, тех, которые стояли у истока в нашем телевидении, почему-то Сергей Михайлович запомнился мне больше всего. Каким он мне запомнился? Во-первых, человек скромный, немногословный. Человек, который никогда не афишировал свои действия, но действия, которые были всегда направлены на то, чтобы помочь людям. И мы об этом много читали и много видели благодарности. Человек, который не любил себя пиарить, но с мнением, которое многие считались. Сергей Михайлович Катаев состоял в Союзе журналистов России и Международной академии телевидения и радиовещания. Благодаря ему телерадиокомпания «Сургут интерновости» стала известна не только в округе, но и далеко за его пределами. Президент Сина и его коллектив стали победителями множества творческих конкурсов абсолютно разной тематики. Одну из последних наград Сергей Михайлович получил на журналисте года 2012 за лучшие в Сургуте новости. Он документы подписывал за 10 тысяч поцелуев. Это было приятно и всегда хотелось не подвести его. Работать просто очень хорошо, чтобы ему не было обидно и неприятно, что ты что-то сделал не так. Сергей Михайлович боролся с тяжелой болезнью, но его не стало 9 августа. 12 днем близкие друзья, коллеги простились с президентом Сургут интерновостей. Гражданская панихида состоялась в стенах телерадиокомпании. Я когда вспоминаю Сергея Михайловича, наверное, все его жесты, кручение усов, когда он идет в планерку, разговаривает, обдумывает ответ. Всегда. И хитрый взгляд. Движение на планерке сигарет. Ну и моментально, то есть при просто имени Сергея Михайловича возникают именно два этих жеста. Сергей Михайлович завещал похоронить его на родине. Родственники, друзья, коллеги проводили президента аплодисментами. В знак памяти, скорби, безграничного уважения и любви к человеку, который многое сделал и многое не успел. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем программу. И сегодня у выпуски. Россиянам готовят энергопайки. Перерасход сверх нормы обойдется в копеечку. При условии заменения полностью всех вам в квартире экономия может составить порядка 20%. Можно и в быту экономить, то есть элементарно кипятить и полный чайник, а столько, сколько нужно, там, 2-300 тонн. Путешествие на поезде подорожало. Стоимость жиды и авиабилетов по некоторым направлениям почти сравнялась. Перевозки пассажиров в плацкартном вагоне, они убыточны изначально и поэтому датируются правительством. И вот такой вот подход. Насколько может правительство оплатить, настолько они тарифы устанавливают. В Югре начали строить первые доходные дома. В первую очередь это позволит предоставить квартиры нуждающимся в жилье специалистам-бюджетникам. 79 однокомнатных квартир, это 28 двухкомнатных и 7 квартир трехкомнатных. Но потребность это только первоочередная, потому что в связи с открытием новых детских садов, в связи с тем, что у нас новые профили открываются в Настюганской городской больнице, потребность это будет расти. Компания «Городские тепловые сети» заканчивает подготовку к отопителям и сезону. Большинство работ по замене устаревших сетей, как внутриквартальных, так и городских, уже выполнено. Дмитрий Круковец продолжит тему. Нынешним выходным полностью завершены инженерные работы по участкам на улицах Безверхова, Божова, Ленина, Северная, Купоевицкого. Практически готов участок сети в микрорайоне Пикс, продолжается благоустройство. Но есть объекты, где в связи с поздним финансированием работы только начались. Их три. В микрорайоне энергетиков, на улицах энтузиастов и Сосновая. Работы там в самом разгаре. Подрядчики, которые там работают, они графики свои составили тоже таким образом, чтобы до 15 сентября собрать технологический цикл. И на этих объектах работа будет вестись две смены, в субботу-воскресенье, для того, чтобы вовремя эти все работы выполнить. Особое внимание в городских тепловых сетях уделили теплотрассе по улице 30 лет Победы. Напомним, именно там зимой этого года произошел прорыв, в результате которого несколько машин чуть было не ушли под землю. Бетхоу-трассу сейчас меняют на новую, предусмотрев специальные защитные короба под землю вблизи офисных зданий и автомобильных стоянок. На том участке, где был функциональный отказ, там были трубопроводы, положенные в бесканальном исполнении. Но кроме этого еще были положены разгрузочные плиты, на которых лежал асфальт. В настоящее время под проездами и автостоянками запроектировано все в канальном исполнении. На случай возможных сбоев предстоящей зимой предприятия есть все необходимое для того, чтобы горожане не пострадали. Есть хороший, так скажем, резерв. Это переносная электростанция. Плюс к тому же ГАЧС нам в этом году еще две электростанции 250 кВт передало на аварийные прикрытия, что очень помогает в нашей морозе на севере. Полностью ремонтные работы завершатся к середине сентября. Но уже в первый день осени ГТС по запросу администрации города готовы дать тепло в больницы, детские сады и школы. Дмитрий Поковец, Денис Зонов, специально для программы телевизионный обзор новостей. А пока в Сургуте готовятся к зиме, всех россиян хотят приучить к строгой экономии электричества. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о поэтапном введении социальной нормы потребления электроэнергии, так называемых энергопайков. Для каждого региона норма будет своя, от 70 до 100 кВт-часов на человека в месяц. В пределах этой границы стоимость электричества предполагается понизить, а вот за сверхпотребление платить придется больше. Социальная норма потребления электроэнергии будет введена во всех регионах с 1 января 2014 года. Согласно постановлению, для каждой территории будет определен свой энергопайок. Эксперимент в некоторых областях уже начался. И на практике выходит, что часть населения вполне укладывается в усредненную норму, а это 70 кВт-часов. Ранее уже такие проводились работы, я знаю, что во Владимирской области, и там было выставлено примерно 50 кВт-час на человека. И эта работа показала, что процентов 40 населения укладываются в эту норму социальную. Процентов 40 населения. Как у нас будет рассчитано, как у нас будет применено, мы не знаем. Хотя перемены в оплате грядут только с января, некоторые сургутяне обеспокоены этим уже сейчас. Виктор Подшивалов, многодетный отец, в месяц тратит порядка 300 кВт-часов. Это в теплое время года. В межсезонье расход значительно увеличивается. У меня пятеро детей. С сентября месяца постоянно работает обогреватель. Пока не дадут отопление, расход электроэнергии резко увеличивается. Я же не могу позволить своей семье замерзнуть. Плюс к этому работает холодильник, стиральная машинка, чайник, бытовая техника. Установить хотел кондиционер, но придется, возможно, сейчас отказаться. Введением энергопайков Виктор откровенно недоволен. Считает, что таким образом власти пытаются завуалировать простое повышение тарифов. И никакой экономии в итоге не получится. Согласно подсчетам экспертов, цена кВт-часа в рамках пайка действительно снизится. Но ненадолго. Уже с 2015 года тарифы на электроэнергию для россиян сравняются с ценами для промышленных потребителей. А еще через 5 лет и вовсе повысится почти в 2 раза. Мне кажется, что это очередной подвох для простых людей. Ведь в эту норму будут включать общедомовые нужды. Если взять работу простого лифта, установленного в пайка, никак не получится. При определении самого энергопайка будут учитываться несколько факторов. Тип населенного пункта, наличие в доме электроплиты и количество проживающих. Но, по словам экспертов, в любом случае сэкономить вполне реально. При условии замены полностью всех ламп в квартире, экономия может составить порядка 20%. Можно и в быту экономить, то есть элементарно кипятить не полный чайник, а столько, сколько нужно, там 2-3 стакана. Зарядные устройства, которые оставлены в розетке, тоже потребляют электроэнергию. Бытовая техника, которая находится в режиме ожидания, тоже потребляет. Однако пилотный проект правительства уже забайкотировали в Приморье. Губернатор края открыто выступил против введения социальной нормы потребления электроэнергии, посчитав, что принятые меры только подстегнут жителей к несанкционированному использованию электричества. Мнения же сургутян насчет введения энергопайка резко разошлись. Наше правительство, оно вообще непредсказуемое. Поэтому, что бы оно ни сделало, оно все равно нам в пользу не пойдет. Мы как тратили, так и будем тратить, я точно знаю. Потому что у нас маленький ребенок, допустим, мы не можем себя ограничить. Вообще-то надо экономить, наверное, такие вещи, как энергия. Конечно, объявлять бойкот и идти на абразуру жители города пока не собираются. А вот правительство готовит еще один эксперимент над россиянами. С 2014 года в стране начнется внедрение социальных норм на водоснабжение. Татьяна Расторгуева, Сергей Коликов, Денис Зонов, Сергей Колотов, Андрей Гущенко. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Во второй части выпуска после небольшой рекламы вы увидите. Путешествие на поезде подорожало. Становость ЖД и авиабилетов по некоторым направлениям почти сравнялась. Перевозки пассажиров в плацкартном вагоне, они убыточны изначально, и поэтому датируются правительством. И вот такой вот подход. Насколько может правительство оплатить, настолько они тарифы устанавливают. В любви начали строить первые доходные дома. В первую очередь это позволит предоставить квартиры нуждающимся в жилье специалистам-бюджетникам. 79 однокомнатных квартир, это 28 двухкомнатных и 7 квартир трехкомнатных. Но потребность это только первоочередная, потому что в связи с открытием новых детских садов, в связи с тем, что у нас новые профили открываются в Нистюганской городской больнице, потребность это будет расти. Пожар с шестью пострадавшими в поселке Солнечном подробнее расскажем в нашей сводке происшествий. Дома сидели, спокойно, ни запаха, ничего. Просто услышали, что как-то ходят, бегают, открыли, и там уже огонь с дымом, дверь. Уже вот у двери, в середине дома. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Маяк «Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Верный курс. 107,9 FM. Напоминаю, вы смотрите телевизионный обзор новостей, и мы продолжаем. Реконструкция сургутского аэропорта. Администрация предприятия планирует приобретение объектов аэровокзала в собственность, пока имущество комплекса под документом принадлежит администрации города. С их переоформления начнется и ремонт. Последний раз серьезную реконструкцию аэровокзала проводили в 2002 году. Тогда к основному зданию был пристроен международный сектор. В прошлом году здание открыли магазин «Дютифри», а также отремонтировали один зал. А вот зелено-посадочная полоса в ремонте пока не нуждается. Порядка 8-10 лет назад проведена была реконструкция нашей ледной полосы перрона и всего, что у нас используется для движения стоянки руления самолетов. И на сегодняшний день необходимости в реконструкции непосредственно стоянок, перрона и полосы нет. То есть мы на сегодняшний день соответствуем потребностям рынка и все типы самолетов можем принимать. Авиаперевозки в России пока не самый популярный вид транспорта, но его роль в перевозке пассажиров постепенно повышается и едва ли не ключевое значение в данном случае играет цена билета. До сих пор она была несравнимо выше, чем на поезд, но ситуация меняется. Услуги российских железных дорог растут в цене. С начала года количество плацкартных вагонов сократилось, а стоимость самых дешевых билетов выросла почти наполовину. Путешествие по железным дорогам до сих пор считалось бюджетным вариантом проезда к месту отдыха или командировки. Стоимость билетов на поезд всегда была ниже авиационных. Сейчас, похоже, тенденция меняется. Государство снизило объемы субсидирования проезда в плацкартных вагонах, которые считаются убыточными. В результате этого цена билета на самый доступный вид транспорта выросла на 40%. Перевозки пассажиров в плацкартном вагоне, они убыточны изначально, и поэтому датируются правительством. И вот такой вот подход. Насколько может правительство оплатить, настолько они тарифы устанавливают. Тарифы в купейные вагоны устанавливаются российскими железными дорогами. Они повысились только на 5%. Повышение цен на билеты неизбежно приведет к снижению спроса. В итоге может оказаться так, что РЖД будет терпеть колоссальные убытки из-за того, что люди пересядут на другие виды транспорта. Альтернативой поезда для путешествий на относительно короткие расстояния станет автомобиль или автобус, а на большие – самолет. За первое полугодие текущего года аэрофлот поделился выше 9,5 миллионов пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Рост перевозок налицо. Железнодорожные тарифы уже приблизились к авиационным. К примеру, 29 сентября из РУТа в Москву идут три поезда. Один номер 109 пользуется огромной популярностью у вактовиков и социально незащищенных слоев населения. Проезд в нем стоит дешевле всего 3735 рублей в плацкарте и 3959 рублей в купе. Цена в жесткий вагон практически сравнялась с более комфортным вариантом, как раз из-за снижения субсидий. Все билеты на этот поезд в любом случае разбирают в первый же день продаж. Ищем альтернативу. Поездка в фирменном поезде номер 11, который следует по тому же маршруту, обойдется в 5547 рублей в плацкарте и 8495 рублей в купе. Полет в Москву. В тот же день авиакомпания «Ютера» обойдется в 8790 рублей с учетом всех сборов. Аэрофлот выполнит аналогичный рейс за 8663 рубля или на 168 рублей дороже, чем поездка в фирменном поезде в купе. Цены абсолютно сравнимы. Между тем, российские власти уже высказали сомнения в обоснованности цены перевозок эконом-класса авиатранспорта. Цены на билеты из-за дополнительных услуг, в которых пассажиры порой даже не нуждаются, возрастают в полтора раза. Подобная ситуация сложилась у компаний «Аэрофлот Сибирь-Татарстан» и «Акбарс Аэр» на рейсах из Москвы в Хабаровск, Казань, Новосибирск. Причиной сложившейся ситуации, вероятно, являются устаревшие нормативы, действующие в авиационной отрасли с начала 90-х годов прошлого века. Стоимость авиабилетов снизить можно, считают власти. Для этого нужно первое ввести так называемые невозвратные билеты, гарантирующие авиакомпаниям определенный доход. Таким образом, из цены билета будут исключены риски потери клиента, то есть возврата денег в последний момент. Мы абсолютно это поддерживаем, мы считаем, что всякие дискуссии на этот счет вредны, потому что мировая практика, более чем 20-летний опыт использования таких тарифов, показал, что это во многом расширяет возможности использования воздушного транспорта именно теми, которые не способны купить билеты по нормальным тарифам. Стоимость авиабилета в первую очередь зависит от расходов на топливо. Эта статья определяет почти половину цены билета. Цена авиабилета сформируется за счет целого ряда составляющих расходов на топливо, на лизинг воздушных судов, а у Аэрофлота один из самых молодых авиапарков в Европе. Средний возраст наших самолетов менее 6 лет. Расходы на аэропортовые услуги и так далее. Аэрофлот работает и будет работать в премиальном секторе перевозок с обеспечением для пассажиров особого комфорта и сервиса в соответствии с высшими международными стандартами. Это дополнительные расходы. Примерно 20% в теле билета это услуги аэропорта. В первую очередь взлет-посадка лайнеров, предоставление рулежных дорожек, перронности, светотехническое, аварийно-спасательное и даже орнитологическое обеспечение полета. Существуют также и обязательные виды услуг. Сборы за обеспечение авиационной безопасности пассажиров и лайнеров, пользование аэровокзалом и тариф, включающий в себя обслуживание аэропортом пассажиров. То вот эти все четыре вида сборов составляют в общей сложности половину доходов любого аэропорта. Соответственно, это те деньги, которые аэропортам платит авиакомпания, но в свою очередь включает в стоимость билета. Вот эти все услуги, которые убрать нельзя и удешевить, они относятся к обязательному комплексу предоставляемых услуг и ничего, ни от какой из этих услуг авиакомпания отказаться не может. В Америке и европейских странах пассажиры сами формируют корзину услуг, которые они хотели бы получить на борту, помимо самого перелета. Некоторые перевозчики, например, продают услугу, когда за 10-15 евро человек получает право зайти первым в самолет и выбрать себе любое место. Российские перевозчики все еще живут по законам советского времени. Вот ты обязательно накорми, обязательно предоставь такую услугу, эдакую, дай обязательно возможность в любой момент сдать билет со сборами не выше 20%. Все это наследие такого больше социалистического периода и, конечно, сужает манер перевозчиков для того, чтобы предоставить различные услуги разным слоям населения. Таким образом, стоимость авиабилетов снизить можно. Первый шаг – это введение невозвратных билетов. Одно только это позволит уменьшить его цену на 10, а то и 20%. В этом случае поезд и самолет будут находиться в одной ценовой плоскости. В таком случае российским железным дорогам может стать не по себе от резкого падения спроса. И между транспортными гигантами наконец-то возникнет серьезная конкуренция за пассажира. Дмитрий Крукорец, Сергей Коликов, Андрей Гущенко. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». И в продолжении темы фрагмент интервью с генеральным директором компании «ЮТЕЙР» Андреем Артиросовым. Почему в России билеты дороже, чем за рубежом? Очень любят говорить, а вот из Милана в Лондон можно улететь за 50 евро, а из Москвы в Екатеринбург за 6 тысяч рублей. Ну, во-первых, надо понимать следующее, что в основном, когда говорят, что билет из Парижа в Лондон стоит 20 евро, имеется в виду так называемый нетто-тариф, когда ты практически покупаешь просто само право перевозки, право перелета. Надо сюда включить то, что это ноль дополнительных услуг, то есть без багажа, без всевозможных преференций на борту. Ты сядешь туда, куда тебя посадят, ты ничего не будешь ни есть, ни пить. Ты купишь билет за полгода, ты не будешь иметь права его сдать и так далее. Либо это очень низкий сезон, когда никто не летает, это сразу после рождественских каникул, например, и так далее. В среднем и целом, если ты покупаешь билет с каким-то нормальным набором услуг, когда запросишь возможность сдать хотя бы одно место багажа, купишь билет не раньше, чем за неделю, а у нас в России почти 80% билетов покупается в глубину продажи менее 7 суток, то ты получишь очень серьезные цены. Меня один раз мои сургутские знакомые попросили купить билет в Нуково-Штутгарт с вылетом через 2 дня. Туда летала немецкая лоукост-компания German Wings, это специальная дочерняя компания Люфтганзы, которая занимается в кавычках дешевыми перевозками. Я вошел в интернет и без всяких сборов на выписку билета нашел тариф только в 500 евро. Поэтому принцип тот же самый. Если ты покупаешь билет близко, он дороже. Если ты покупаешь за полгода, за три месяца или в очень низкий сезон, то ты можешь найти какие-то дешевые цены. В принципе, в России, я думаю, в ближайшее время с введением безвозвратных билетов будет то же самое. Надо сказать, что Сургут – город, имеющий уникальную структуру воздушных сообщений. Ни один город-миллионник в Сибири такой структуры воздушных сообщений не имеет. Может быть, где-то Екатеринбург. Посмотрите, сегодня сургутяне имеют возможность ежедневно летать, причем утром туда, вечером обратно, это очень удобный график. В Санкт-Петербург, в Екатеринбург, в Новосибирск, в Тюмень. Я молчу про Москву, куда шесть рейсов в день. Сегодня из Сургута можно улететь в Молдову, в Украину, в Армению, в Азербайджан, в Республике Средней Азии. Огромная программа на туристические направления. Ну, действительно, это такая очень серьезная, большая программа. Сургутяне, я еще раз говорю, ни один город-миллионник такой удобной географии полетов не имеет. Естественно, есть наиболее популярные направления. Ну, конечно, в первую очередь Москва, потому что Москва это крупнейший, вообще говоря, не просто город страны, административный, культурный, промышленный центр, но и крупнейший хабовый узел, пересадочный узел. Что после Москвы? Ну, летом, конечно, это прежде всего традиционный для сургутян Краснодар. И в последние буквально 4-5 лет по такому достаточно крутому графику выросли перевозки в заграничные центры отдыха. В основном, конечно, Турция, Египет. Зимой это больше Юго-Восточная Азия. Это, конечно, очень хорошо. С другой стороны, мы понимаем, что эти туристы все не поехали там на российские южные курорты. Но, тем не менее, такие перевозки очень активные существуют. Сургутяне имеют ежедневный рейс на Санкт-Петербург и активно им пользуются. Ну, и традиционно, конечно, летние направления, такие как Анапа, значительно присевшие в пассажиропотоке Сочи. Но, тем не менее, тоже поток этот есть. Республики Средней Азии показывают рекордные темпы роста. Буквально удививший нас за последние полтора года Кыргызстан, который вырос там до трех рейсов в неделю. Ну, традиционно Кыргызстан. Вот этим летом будем пробовать и Узбекистан тоже. Туда летаем не только мы, естественно. Очень много летает перевозчиков из этих стран в Сургут. Так что, вот, достаточно активное воздушное сообщение. В Югре появятся первые доходные дома. Квартиры в них будут сдаваться в аренду по цене, как минимум, на треть меньше рыночной. В первую очередь, такое жилье предназначено работникам бюджетных организаций, врачам, учителям, полицейским. В особенности, молодым специалистам. Квартиры будут обставлены мебелью и комплектованы бытовой техникой. Внедрение доходных домов повлияет на улучшение бытовых условий и привлечению большего числа специалистов в округ. А кроме того, существенно повлияет на экономику в целом. Почему? Попробуем в этом разобраться. В съемных квартирах живет немалая часть населения Западной Европы. Люди работают, учатся, путешествуют, вкладывают в собственное развитие, а о приобретении квадратных метров задумываются годам к сорока. В России пока не так. Показателем успешности нередко является взятая на 25 лет ипотека, которая часто тяжким временем ложится на бюджет семьи. Объяснить это можно тем, что молодые люди полагают, что вложить в собственную квартиру выгоднее, чем в чужую. И это справедливо, если стоимость съемного жилья, как в том же Сургуте, запредельна. Судя по объявлениям и предложениям популярных агентств недвижимости, арендовать однокомнатную квартиру в капитальном доме в Сургуте будет стоить от 18 тысяч рублей. Столько, к примеру, просят за студию площадью 28 квадратных метров с обстановкой в одной из городских новостроек. К этой цене хозяева предлагают приплюсовать ежемесячную оплату за жилищно-коммунальные услуги. За 20 тысяч можно снять уже полноценную однокомнатную квартиру площадью около 40 квадратных метров. Но опять же, как правило, плюс жилищно-коммунальные услуги и отдельный интернет. Квартира за 24 тысячи и выше нередко включает в себя оплату за ЖКУ, более выгодное расположение и качественную обстановку. Двухкомнатная жилплощадь обойдется как минимум в 23 тысячи, плюс коммунальные платежи. А высока цена арендного жилья, потому что спрос на него стабилен. По сути, на любую квартиру найдется желающий. Или несколько, если снимать в складчину. Миграционные потоки в Сургут запредельно высоки, быть рантье выгодно, и квартиры давно уже превратились в средства вложения денег. И в том числе именно поэтому цена квадратного метра в Сургуте превысила разумные пределы. Мы сегодня анализируем, а кто покупает эти однокомнатные квартиры. Понимаем, что больше половины людей, которые приобретают это жилье, сдают его потом элементарно в аренду тем людям, которые сюда приезжают работать. Поэтому я бы назвал это даже не жильем, а продуктом инвестиций. Туда вкладывают деньги. Он сегодня имеет спрос на рынке. Миграционные потоки в Сургут и шире в округ – это не только рабочие стран ближнего зарубежья. За их судьбу в плане проживания югорские власти особенно не беспокоятся. Хотя и они создают немалые проблемы, снимая квартиры по 5-10 человек, тем самым накручивая общедомовой счетчик. Но это несколько другой вопрос. А вот за работников бюджетных организаций, и прежде всего врачей и учителей, голова болит у властей всех уровней. Судите сами, тех же специалистов в больницах не хватает катастрофически, а пригласить их из других регионов часто некуда. Жить людям негде. Государство снимает им жилье, но опять же таки по запредельным ценам. А ведь возможности бюджета не безграничны. А тут еще и другой момент. Поработав какое-то время, молодые специалисты стремятся приобрести свое жилье. Это значит взять ипотеку. Не всегда они могут это сделать сразу. А может быть и не надо? То, что касается арендного жилья. Безусловно, при выборе арендовать и попокупать, мы смотрим на расходы, которые нам предстоит нести. Поэтому, если нам удастся, исходя из экономики каждого конкретного проекта, в каждом муниципальном образовании, добиться того, чтобы ежемесячный платеж по сравнимой однокомнатной квартире был на треть ниже, чем и платеж по ипотечному кредиту, то более высокая вероятность существует выбора в пользу арендного жилья. Растущий спрос на ипотеку ложится тяжестью на окружной бюджет. Ипотечное агентство Югры компенсирует часть процентной ставки или выплачивает субсидии. Тысячи людей уже взяли кредит на собственную квартиру, и тысячи желают это сделать. В условиях недостатка средств, округ приостановил этим летом действия жилищной программы до января будущего года. Проекты доходных домов, накопительная ипотека – это только некоторые изменения, которые ждут югорчан в ближайшем будущем. Кто будет строить доходные дома и на какие средства? Ответ на эти вопросы уже также фактически получен. В Сургуте возводить их будут долевым способом. Конкурсы на участие пройдут в третьем-четвертом кварталах текущего года. Кто будет застройщиком – не важно, а важно, на чьи средства. Окружные власти видят инвесторов в лице страховых компаний, пенсионных фондов и обычных югорчан. Впрочем, такие вложения – это длинные деньги. И до конца пул будущих потенциальных инвесторов пока, конечно же, не сложился. Одна из целей главного этого проекта в том, чтобы разработать там такую модель поведения инвесторов, которая была бы тиражируемой. На наш взгляд, все-таки застройщики не являются конечными инвесторами арендного жилья. Все-таки мировой опыт говорит о том, что основными инвесторами на рынке арендного жилья являются два инвестора, физические лица, которые формируют такие небольшие полы недвижимости. Пилотный проект по строительству доходных домов первым делом опробуют в Нефтьюганске. В многоэтажке будет 94 квартиры, большинство из которых – однокомнатные. 79 однокомнатных квартир, это 28 двухкомнатных и 7 квартир трехкомнатных. Но потребность – это только первоочередная, потому что в связи с открытием новых детских садов, в связи с тем, что у нас новые профили открываются в Нефтьюганской городской больнице, потребность – это будет расти. Стоимость аренды не превысит 13 тысяч рублей, обещают окружные власти. И если сейчас спрос на рынке съемного жилья огромный и весь вопрос в цене, можно себе представить, что доходные дома действительно станут таковыми. В целом программа рассчитана до 2020 года. За это время в округе должно быть построено 250 тысяч квадратных метров арендного жилья. Артем Высоцкий, Денизонов, Вячеслав Шаркунов, Гамзат, Магомедов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Накопительная ипотека – новая форма господдержки югорчан, желающих приобрести жилье. Она запланирована в проекте государственной жилищной программы автономного округа, которая вступает в силу 1 января будущего года. Популярная в Европе, а в России в Краснодарском крае, у нас в округе до сих пор такая программа не действовала. Суть ее заключается в следующем. На первом этапе югорчанин открывает накопительный вклад в банки на срок до 6 лет. Ежемесячно туда нужно будет переводить деньги от 6 до 25 тысяч рублей. Затем нужно открыть банковский счет, на который ежеквартально будут зачисляться субсидии из окружного бюджета, но не более определенной суммы в год. Таким образом, через несколько лет скапливаются деньги на первоначальный взнос. Сейчас обсуждается и предлагается в новой программе до 50% накоплений субсидировать за счет ЦС регионального бюджета. При этом ограничивается общая сумма накоплений 450 тысяч рублей. И выставляется программа накопления, так называемая. То есть человек должен выбрать, будет он копить 3, 4, 5 или 6 лет. Сумма ограничена 450 тысячами, но при этом мы понимаем, что 3 года это более высокие платежи, 6 лет ежемесячные, 6 лет это меньше платежи. Речь идет о параметрах от 6 с половиной тысяч накоплений в месяц до 25 тысяч. Пожар в поселке Солнечном, проверка сургутских рынков и дорожно-транспортные происшествия на Югорском тракте. Подробнее в сводке происшествий. В ночь на среду на Югорском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Тойота Альтеза двигался со стороны Энгельса в сторону улицы Восход. За рулем находился 26-летний мужчина, ранее лишенный прав. Он не выбрал безопасную скорость, и машина влетела в дорожное ограждение. После чего несколько раз перевернулась. Пострадавших доставили в сургутскую травматологическую больницу. Позднее от полученных травм водитель иномарки скончался. 16 августа в поселке Солнечном сгорел двухэтажный жилой дом. Шесть его жителей госпитализированы. Без крыши над головой остались около ста человек. Кто-то поджог. Говорят, что я поджог. С двух сторон сразу вспоминялось, и вверх начало гореть. Возгорание началось около 12 часов ночи, когда многие уже спали. Люди до последнего оставались в доме. Одна из собственниц покинула свое жилье, только когда увидела, как горит ее дверь. Дома сидели, спокойно, ни запаха. Ничего, просто услышали, что как-то ходят, бегают, открыли, и там уже огонь с дымом. Дверь. Уже вот у двери, в середине дома. Существовала реальная опасность того, что огонь перекинется на соседние жилые строения. Экстренные службы приняли решение эвакуировать жителей трех домов около 300 человек. В результате пожара шесть рассельчан госпитализированы. Одна девушка находится в тяжелом состоянии, у нее отравление угарным газом. Состояние остальных пациентов оценивается медиками как удовлетворительное. Погорельцы ждут помощи. Просьба приносить вещи, канцелярские товары, возможно памперсы, детское питание, в храм при поселке Солнечный. Очень будем благодарны. Без крыши над головой остались более 30 семей, а это почти 100 человек. Администрацией сельского поселения решается вопрос об их размещении. Но есть проблема. К сожалению, в сельском поселении Солнечный отсутствует маневренный жилищный фонд, который можно было бы заставить погорельцам. Поэтому каждому предлагается снимать жилье и получать компенсацию из бюджета района за съем жилья в размере 7,5 тысяч рублей. Сгоревший дом был признан непригодным для жилья и стоял в очереди на снос. Сейчас, помимо версии о неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнем, следователи рассматривают еще и умышленный поджог. Продолжение следует... В дни управления МВД по округу говорится, что спецмероприятия проводятся в соответствии с посланием президента России. Здравствуйте! И вновь с вами Народный патруль в студии Наталья Андреева. Сругут относится к немногим городам, где водители в большей степени пропускают пешеходов. Однако и в Сругуте есть улицы, где ситуация не такая уж радужная. Водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом. Также водители обязаны пропускать пешеходов, ведь те последние имеют преимущество. Напомню, что в правилах дорожного движения обозначено, если пешеход вступил на проезжую часть, его необходимо пропустить. Вне зависимости от того, насколько широкий проезд. В противном случае вас ждет штраф в размере от 800 до 1000 рублей. При выезде из одного из торговых центров города Сругута установлен предписывающий знак «Движение только направо». Данный знак разрешает движение водителю транспортного средства «Только направо». Оно и понятно, ведь рядом с выездом перекресток, и поворот налево может привести к аварии. Однако, как мы видим, сругутяне игнорируют это требование, и такая беспечность обойдется нарушителям дорого – от 1 до 1500 рублей. Спасибо за внимание. Мы ждем ваши видеозаписи. До встречи на следующей неделе. Будьте бдительны и внимательны. Баскетбольный клуб «Университет Югра» формирует команду на следующий сезон. А сургутские шахматисты отличились на международном уровне. Об этом в обзоре спортивных событий. Баскетбольный клуб «Университет Югра» готовится к новому сезону. Уже известно, что команду покинули центровой Алексей Якимов и разыгрывающий легионер из Литвы Лина Сликевичус. В сургут на освободившуюся позицию может вернуться сербский защитник Никола Липоевич, ранее уже игравший за клуб в течение двух лет. Также команда ведет поиски центрового и разыгрывающего. К тренировкам клуб приступит в конце августа-начале сентября и проведет сборы в литовском городе Друзкиненкай. Ожидается, что в чемпионате примут участие от 13 до 17 коллективов. Сезон, предположительно, начнется в первых числах октября. Сургутские борцы горякоримского стиля завоевали медали на международном турнире, который проходил в Казахстане в первой декаде августа. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов в составе 18 команд. В Сургутяне Тамерлан Зубаилов, Александр Акилов, Вячеслав Стройкин завоевали серебряные медали, а Василий Бауэр и Иван Коучин заняли в своих кисовых категориях третье место. В хоккейном клубе «Югра» произошла перестановка в системе руководства. Ранее информагентства сообщали, что управлять компанией будет Эдуард Исаков. Однако, по последним данным, кресло директора в итоге займет Андрей Бельмач. Именно он возглавлял подмосковный волейбольный клуб «Искра» из Одинцова, который, к слову, в прошедшем сезоне вылетел из высшего дивизиона страны, который, к слову, в прошедшем сезоне вылетел из высшего дивизиона страны. Сургутские шахматисты отличились на международном турнире. Евгений Долгих стал победителем фестиваля «Петровская ладья» в возрастной группе до 11 лет. Среди девочек второе место заняла Марта Воскресенская. Под группой до 13 лет Екатерина Ковалева завоевала бронзу. Фестиваль «Петровская ладья-2013» собрал рекордное количество участников – более 300. Причем за победу боролись шахматисты из России, Украины, Эстонии и даже Австрии. Еще один воспитанник сургутской шахматной школы Александр Лилов стал серебряным призером очередного этапа Кубка России. Турнир прошел в Пятигорске в четырех возрастных подгруппах. Регламент соревнования «Швейцарская система» в 9 туров. Среди мальчиков до 13 лет сургутянин завоевал 7 очков из 9 возможных. Таким образом, Александр Лилов стал вторым, пропустив вперед Андрея Зайчикова, спортсмена из Пятигорска. Дмитрий Круковец, Дмитрий Подлесной. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». На этом все. Увидимся через неделю. Всего вам доброго и до свидания. Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы, изделия с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Телефон 21-0011. Модным ученикам. Школьное одежда по очень низким ценам. Сеть магазинов «Карабуз». Все лучшее детям. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода «Ника». При покупке часов – жемчужное ожерелье в подарок. Магазин «Российское золото». Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше. Только мясо. Монгольская тушенка – только мясо. Натуральный продукт. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 19 по 25 августа в студии Елена Ливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель «Жалюзи» – «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу. Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. В начале недели ожидается прохладная и дождливая погода. Однако к среде, благодаря антициклону, постепенно распогодится. К выходным небо снова затянется облаками и появится вероятность дождей. В начале недели переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. В понедельник ночью температура 9-16 градусов выше нуля, днем плюс 16-21. Во вторник ночью температура воздуха 7-12, после полудня 14-19 градусов тепла. В середине недели существенные осадки маловероятны. В среду и четверг на столбиках термометров плюс 5-10, днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла. В пятницу, субботу и воскресенье облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью на столбиках термометров плюс 10-15, днем 17-22 градуса тепла. Новая коллекция «Осень-зима» уже в продаже. До 31 августа обувь из летней коллекции за полцены. Фабрика «Комфорта» оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебели в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика «Комфорта» в торговом центре «Вега», проспект Ленина, 71, второй этаж. Телефон 950-850. Пусть в вашем доме будет всегда хорошая погода. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok